В это непростое для многих время музей Берестий, как и прежде, принимает гостей. Его обновленные после реконструкции зала удивляют посетителей уникальностью предметов и подробностью исторических фактов. Ремонтные работы здесь практически завершены, поэтому насладиться экскурсией можно в полной мере. Музей живет той же жизнью, как и жил, то есть мы принимаем посетителей, но понятно, что в этой ситуации посетителей не так уж много. Поэтому мы больше немножко утеряем внимания работе и с интернетом, то есть различные социальные сети. Сегодня в условном центре, разделяющем две части залов, расположился экспонат «Лето». В 2020-м это баклага. Основная функция этого сосуда в древности – хранение растительного масла и виноградного вина. Предмет из хонда в Бересте датирован XIII веком. Найден был на раскопах городища. Емкость баклажки составляет около 4 литров. Уникальность объекта в его внешнем виде. Дерево сохранило свой вид, несмотря на то, что со времени создания баклаги прошло 800 лет. Это специальная походная баклажка для того, чтобы переносить какую-то воду, жидкость на какие-то расстояния, скорее всего, большие. Там у нас есть и отверстия для того, чтобы можно было какой-то римышок повесить, или на плечо, или вообще на какое-то средство передвижения. С этим ценным артефактом посетители музея смогут ознакомиться до конца лета. Те, кто по разным причинам не могут посетить музей сами, могут увидеть экспонат в режиме онлайн. На сайте музея опубликована статья с полным описанием предмета. К слову, в таком формате жители и гости областного центра могут ознакомиться с экспозициями кровейческого музея. Причем не просто в записи, а в режиме реального времени. Экскурсовод проведет вас по залам и ответит на волнующие вопросы. Действительно удобно, находясь дома, если человек приболел, не дай бог, если он просто на каникулах или просто у него выходной, он может в силу каких-то обстоятельств, оставшись дома, культурно провести время. И для этого есть все способы. Есть экспозиционные залы в музее, есть сотрудники, которые работают для вас, и есть техническая возможность все это объединить. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.